Город готовится к размещению первых платных парковок на улично-дорожной сети в 2020 году. Центр перегружен автомобилями. Цель – стимулировать новосибирцев к передвижению на общественном транспорте и дать возможность парковаться тем, кто без автомобиля в центре обойтись не может. Парадокс, но сами автовладельцы заинтересованы в платной парковке, точнее, высокой сменяемости машин на парковках. Новосибирцы уже начали привыкать к платному парковочному пространству. Сейчас действует несколько стоянок, где места располагаются за шлагбаумом. На огражденной территории. Новый вид платной парковки предполагает стоянку вдоль улиц. И тут нужна система, которая действует без шлагбаумов и ограждений, но строго учитывает каждый припаркованный автомобиль. В ряде городов, начиная от Москвы и Санкт-Петербурга, уже работает платное парковочное пространство на улицах. В Казани, например, система развернута в 2014 году. В каждом городе свой подход. К примеру, в одном случае фиксировать парковку призваны стационарные камеры. Во втором камеры передвигаются на специальных автомобилях, парконах, между стоянками и фиксируют ситуацию только через заданные промежутки времени. Например, в 15 минут. В каждом из подходов есть свои плюсы и минусы. Стационарные камеры должны быть в каждом парковочном пространстве, а мобильные комплексы могут следить сразу за несколькими территориями. Но, к примеру, возникшая пробка на дороге может остановить работу мобильных камер, ведь они попросту не успеют доехать до нужной парковки в заданное время. Одной из проблем остается и сумма штрафа за неоплату парковки. Ведь шлагбаума вдоль дорог на таких платных парковках не будет, значит, можно свободно уехать, не заплатив. Законодательная база есть, но она позволяет взимать с игнорирующих оплату только тысячу рублей. Достаточно ли этого? В Казани, к примеру, штраф 2,5 тысячи. Важно отметить, что городом выбран вариант, когда парковками будет заниматься муниципальное предприятие. На первоначальном этапе обсуждалось участие бизнеса. В итоге решение было таким – парковки должны приносить доход городу и штрафы, собираемые в городскую казну, идти на благоустройство.